Участились случаи клонирования компаний, EFIXSEUM и Jane Capital возвращают былую мощь, а робофорекс усиливает позиции в Восточной Европе и Прибалтике. Подробнее в нашем выпуске новостей из индустрии Форекса. Здравствуйте! Международный Форекс-брокер EFIXOPEN, широко известный в частности на российском рынке, определил многочисленные случаи клонирования, набирающие в популярность способы мошенничества. Компания, ставшая целью мошенников, приводит некоторые примеры клонов, сославшись на сайты fxopening.com и fxopenpam.com, которые используют полностью либо частично товарный знак EFIXOPEN без какого-либо разрешения со стороны авторизированного брокера. По словам представителей EFIXOPEN, на сайте fxopenpam.com копируются элементы дизайна оригинального веб-сайта fxopen.com, а также приводятся данные о регистрации и лицензиях компаний, оперирующих под брендом EFIXOPEN, хотя указанный сайт никоим образом не относится ни к одной из EFIXOPEN компаний. Более того, на сайте fxopening.com гарантируется получение дохода, что однозначно свидетельствует о недобросовестном поведении лиц, привлекающих средства инвесторов через указанный сайт. Форекс-брокер EFIXOPEN предупреждает своих текущих и потенциальных клиентов, что указанные выше ресурсы являются потенциально мошенническими, используемыми для выманивания персональных данных, регистрационных сведений и денежных средств из их потенциальных пользователей. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США опубликовала свежие данные на основе ежемесячного финансового отчета комиссионных торговцев фьючерсами и розничных валютных дилеров. Спустя несколько месяцев после того, как действия швейцарского национального банка подкосили рыночную долю FXEM, брокер продолжает восстанавливать силы. О чем свидетельствует тот факт, что общий объем депозитов в сфере розничного трейдинга увеличился до 568,3 млн долларов. Вслед за июльским спадом во всей индустрии в августе общий объем депозитов на площадках FXEM полностью восстановился, увеличившись на 6,8%. Не отстает и Jane Capital. Брокер вплотную подошел к уровням, зафиксированным после падения в прошлом месяце на 3,6%. Общий показатель по всем розничным брокерам, функционирующим в США, восстановился на 3%. Хорошо знакомый российскому трейдеру брокер RoboForex, зарегистрированный и регулируемый Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам, объявил о планах по открытию офиса компании в Литве. Это станет первым шагом в рамках большой работы компании по расширению своего присутствия в странах Балтии и Польши. Более того, до конца ноября компании запланирован запуск обновленного сайта для клиентов из Германии и участия в выставке World of Trading 2015 во Франкфурте на Майне. Литовский офис откроется уже в первой половине текущего ноября и будет обслуживать клиентов не только из Литвы, но и из Латвии. Кроме того, брокерская компания ведет активную работу по поиску и привлечению стратегических партнеров в Польше. Вполне возможно, что со временем официальные представительства брокеры появятся во всех странах региона Восточной Европы и Прибалтики. Это были все новости из индустрии Форекса на сегодня. Хороших вам выходных и до понедельника!